ребята всем привет меня зовут роман вы на канале bitfuture я уже знаю что вы подписаны на наш youtube и telegram канал поэтому лишний раз не напоминаю давайте сразу к делу не так давно у нас в канале был пост про проект polyhedra network и потенциальный airdrop от них это очередное решение для улучшения web3 инфраструктуры с использованием технологии zk proof у самого проекта еще нет своего токена также возможно активности в этом проекте зачтутся у нас при возможном airdrop от zk синка так как их мост в данном случае непосредственно используется а также недавно была новость о партнерстве с проектом layer zero в связи с этим собственно активность polyhedra network она у нас может быть зачтена и при дропе и при прогреве кошельков если мы делаем активности в сети layer zero на текущий момент ключевые активности в сети представляют собой создание своей nft-шки либо mint бесплатный от проекта далее bridge это nft-шки через мост zk bridge либо выполнение каких-либо социальных активностей на платформе galaxy но повторюсь опять же что ключевым является именно прикосновение к сети то есть mint это nft-шки то есть мы покажем активность в сети polyhedra покажем активность для проекта layer zero который тесно с ними сотрудничает то есть как бы и даже и прогреем в неком роде кошелек если выполняем активности в layer zero для этого мы должны перейти на проект zk bridge на их официальный сайт и здесь есть кнопка nft-faust где мы можем заплатить запросить нашу бесплатную nft-шку вот здесь в разделе mainnet alpha можно ее сменить в сети полигон раньше была возможность сменить в сети binance smart chain но сейчас она закончилась mint условно бесплатный платим один или два цента только за газ ну и чтобы сменить эти nft-шки на большом числе аккаунтов конечно без скрипта не обойтись поэтому в текущем видео мы рассмотрим запуск такого скрипта а также пройдемся пошагово от настройки и установки самого питона пичарма этой инфраструктуры для запуска и работы с питоном ну и в целом это будет некой такой базой для запуска любых других скриптов в будущем поэтому в любом случае должно быть интересно для запуска вам потребуется питон если у вас он уже установлен можно пропустить но для тех кто с нами впервые давайте его установим для этого заходим на сайт питон точка орг переходим в раздел downloads здесь листаем вниз и нам нужен релиз 3 10 9 это наиболее рабочий вариант который работает практически со всеми скриптами и устанавливаем в той версии которую соответствует вашей операционной системе в данном случае windows скачиваем и запускаем установщик на этапе установки не забываем вот здесь поставить галочку это питон exe to path можно выбрать кастом из установку так здесь проставить галочки если у вас их нету так можно install питон 310 для каждого пользователя который будет у вас ну и устанавливаем в любую директорию ну и после установки каких-то особенностей нету поэтому переходим к следующему шагу и вторым шагом нам потребуется среда для работы с на питоне это пичарм в нашем случае раньше я устанавливал visual studio код в своих видео но мне все посоветовали пичарм поэтому давайте в этот раз установим его заходим на сайт jetbrains.com справа вверху нажимаем скачать и здесь выбираем комьюнити версию скачать она бесплатная запускаем файл установщик пичарма выбираем стандартно путь и и здесь на одном из шагов нам надо поставить везде галочки чтобы у нас ассоциировался у нас питоновскими файлами чтобы добавил корзину в папку path ну и так далее все вроде больше тут никаких тоже подводных камней нету дожидаемся окончания установки в конце установки он попросит нас перезагрузить компьютер соответственно не дожидаемся перезагружаем потому что у нас уже и питон и пичарм установлены и чтобы они корректно встали в систему это нужно обязательно сделать далее мы переходим на гитхаб к ребятам с канала кодерская свалка которые являются авторами скрипта за что им спасибо здесь можно почитать описание скрипта и что нам нужно для его запуска ну и собственно скачиваем скрипт нажимаем зеленую кнопку download zip и далее этот скаченный файл перебрасываем на наш vds сервер когда перебросили за архивировали тут будет четыре файла два из них это файл для непосредственно запуска уже через пичарм файл текст с приватными ключами и файл ридми в формате markdown но он также легко открывается через любой блокнот я пользуюсь notepad плюс плюс еще раз советую ну и здесь еще раз смотрим что от нас требуется но в данном случае эта информация копирует то что на гитхабе поэтому закрываем но всегда советую всегда читать этот файл потому что иногда тут может быть указаны какие-то библиотеки которые надо скачать или еще какие-то нюансы поэтому это является неким таким правилам хорошего тона каждого скрипта иметь такой файл в файл приватные ключи мы также открываем с помощью блокнота и вставляем сюда сколько угодно много приватных ключей без каких-то запятых двоеточие так далее в конце просто в столбик без дополнительных символов дальше мы переходим уже непосредственно к запуску скрипта но на момент записи видео вот mint в сети bnb уже закончился и остался только в полигоне поэтому заходим в него правой кнопкой мыши edit with pitch arm здесь он может предложить вам открытие в проекте in a project ну давайте согласимся доверять этому проекту у нас снова readme файл здесь высвечивается и собственно вот полигон py это собственно код кстати при первом открытии любого кода на питоне с помощью пичарма возможно здесь выстится предупреждение о том что требуется установить либо подтвердить питонный интерпретер если здесь будет такое всплывающее окно вы просто подтверждаете если его не установлено то вот здесь в разделе полигоны но около этого файла будет такой маленький крестик что как будто бы питон интерпретер не задан вот если все таки у вас ничего не всплыло и здесь крестик горит то вот еще можно как это сделать вручную здесь есть шестеренка настройки заходим в нее settings здесь вот наш проект перед любом по y вот здесь питон интерпретер проваливаемся в него у вас здесь будет вот такая наверное ноу интерпретер вы тогда добавляете add интерпретер add local интерпретер не знаю правильно произношу или нет здесь вот выбираем virtual environment здесь жмем кнопку new и вот здесь выпадающим спидки списке base интерпретер должны выбрать свой питон установленный и нажимаем ok дальше здесь вот есть элементы если вы действительно видите что какие-то более поздние версии к установке то здесь вот на этой кнопочке она будет активно можно установить самые поздние версии каких-либо библиотек и так далее ну и потом нажимаем apply и ok в целом код довольно таки небольшой и понятный даже если вы не разбираетесь в питоне по наименованию команд по подписям к операциям можно понять логику скрипта что он делает в конце тут ребята еще раз напоминает про свой канал поэтому давайте их тоже оставим в нашем ролике ну если вы сомневаетесь в безопасности скрипта на предмет того что если здесь какие-то там дрейнеры да либо куда-то там ваши ключи отправляются как-то незаметно можно дополнительно перестраховаться к собственному прочтению для этого просто выделить и скопировать весь код от контрола копировать и далее прямо целиком копируем этот код в чат gpt и спрашиваем вопрос своими словами но дословно не вызывает ли данный код утечек данных либо приватных ключей он проанализирует даст ответ конечно с кучей дисклеймеров что вот на первый взгляд не вызывает утечек данных однако обратите внимание на private kit xt где у вас там содержатся приватные ключи что web3 библиотеки это являются сторонней зависимостью что функция time slip там приостанавливает выполнение программы на какое-то время но в целом ничего критичного нету и вообще я советую любой код на питоне да и на любом другом языке проверять в чат gpt если вы не уверены в разработчике после того как мы код проверили возвращаемся в печарами в наш собственно код в левой части есть терминал нажимаем его и в самом скрипте вверху указано какие библиотеки нам нужно установить до запуска в данном случае одна единственная библиотека web3 и мы пишем соответственно пип пробел install web3 у нас начнется процесс установки у вас возможно будет он чуть дольше занимать вот здесь мы кстати высотил подсказку что есть более поздняя версия уже самого пипа и уже предлагает команду которую нужно просто вписать давайте на будущее сделаем это тоже вписали скопировали вставили установили хотя это уже не особо обязательно в самом коде если его почитать есть также ряд параметров которые можно отредактировать до запуска в частности вот здесь например задаются минимальная максимальная задержка между аккаунтами в секундах соответственно давайте сделаем чуть поменьше эту задержку не 30 60 а допустим 10 20 минут мне кажется ничего критичного от этого не будет и retry видимо это количество попыток перемен то в случае если он был не очень удачный ну давайте оставим как есть при желании можно тоже его скорректировать после того как все проверили можно запускать выполнение скрипта вот здесь есть зеленый треугольник ран либо команда shift f10 и здесь мы сразу видим статус исполнения в терминале так опять реклама указан адрес кошелька который взят в работу и идет статус выполнения в данном случае что транзакция еще не смайнилась на этом первом кошельке из указанных нами там 8 или 10 соответственно мы просто сидим наблюдаем ждем больше от нас ничего не требуется и вот буквально через несколько секунд уже появляется следующая запись что транзакция смайнилась успешно есть ссылка на полигон скан где наша сминченная нфт шка вернее транзакция ее минте и соответственно он переходит к следующему аккаунту и так далее вот они уже пошли исполняться где-то на mint обработку то есть одного аккаунта уходит где-то на секунд двадцать-тридцать поэтому можете в принципе на ночь оставить если аккаунтов много и с утра принимать результат далее любой из отработанных аккаунтов кошельков можно скопировать и вставить например в дебанк и посмотреть сминчена не сминчена нфт шка вот здесь в разделе нфт мы видим что у нас сминчено 2 нфт их всего по условиям компании можно сменить до пяти штук на кошелек но сам скрипт минтит всего одну нфт соответственно если вы хотите 5 то нужно пять раз запускать скрипт но в принципе это тоже труда не составляет а цена минта напомню всего где-то около двух центов на этом собственно все надеюсь вам понравилось в принципе аналогичный подход и умение у вас уже есть для запуска любых скриптов которые есть в открытом доступе в различных telegram группах и которые помогают существенно упростить жизнь если у вас много аккаунтов или активности специфичные самые интересные мы конечно же будем обозревать в нашем telegram youtube канале поэтому подписывайтесь на все наши соц сети дальше будет интересно все всем удачи всем пока